всем привет ребят вы находитесь на канале рейдер play меня зовут александр и сегодня у нас появилась возможность поиграть в дополнение ассайсин крит вальгала осада парижа в общем это самое начало получили мы письмо от рангли давайте его зачитаем его так значит двое гостей прибыло в рейнфорд из франции из франки одна из них юная воительница из клана ярлы инкрика ну с названием ребят извините мне язык что ломается и наговаривать так что обосновался неподалеку от парижа другой судя по всему франк он уже возле тут возвели тут новенький гостевой дом и сказали лишь это дар от сид надо брата синклера я конечно не больно но им явно что-то от нас нужно не не верю вернее водительницу зовут тока и она управлялась так справлялась и тебе поговори с нашими гостями и узнаю от чего чего им хотят чего не хотят на самом деле почему давайте пойдем и узнаем какие щедрые гости вот что-то еще нас тут пишут так сада парижа королевство франции франкия что лежит на юге впереди вы за сто лет объединилась под властью одного короля карл толстый провороке корове лиги развязал войну против по все поселившихся во франции норманов англия может стать его следующей жертвой чтобы избежать войны ревен спорту нужно найти новых союзников во франкии а вскоре время спорт когда неосторожные могут стать добычей дикой охоты одина однако судьба улыбается и все-таки новое приключение что-то у нас не листает вниз явятся гости и начнется новое приключение господи столько информации сразу выдают так время ускоре в сезоне сбора урожая и без того хлопотных хлопот полу народ а тут еще и близится ускоре время когда неосторожные могут стать добычей дикой охоты одина однако судьба улыбается храбрецам и потому надо встретить это испытание так испытание с готовностью и решимостью видимо что-то типа речных набегов господи гробницы павших что-то столько тут сразу понапишут так на некоторых камнях по всей англии в том числе и за рекой у ревенспота недавно появились странные символы после этих так крепкие на вид по умы лишь наваждение за которыми скрываются скрывается тайны древних исследуйте пещеры где находились бы бритские гробницы и найдите таинственные до успехи в гробницах павших чтобы начать задание поговорите с людьми на пристани поселение ну в общем куча всего что-то она может стать большим в том числе кузовом якоряда потому что он на предупреждены так что здесь помогает с депутатом как раздавайте его на его желанием потому что он написал, что и наше время осталось, я думаю, что этого не было. необходимо чтобы ластеривные расстрелы и расстрелы, но я только после этого покажу подсделения, чтобы спрошить на свежende чем-то க-то звуки, что-то имеет куда-то находиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я пыталась объяснить ему, что такое Ускурея, а он хочет устроить шумиху. Не шумиху, шествие! Мы можем одеться, словно боги обеих земель. А тебя, Эймор, поставим во главе. Ускурея не праздник. В это время завесы между мирами тонка, и мертвые мстят тем, кто не почитает их. Верно. Говорят, тогда боги охотятся в Мидгарде. На зверей и на людей. Лучше не привлекать их внимания. Ты не зря опасаешься гнева богов, да? Но от дикой охоты так просто не спрячешься. Дядя, я же говорил тебе не трогать местных. Ты опять добрался до трав? Нечего поучать старших сопляк. И зови меня братом Максвеллом, как все остальные. Не зовут тебя так. Я видела, как ты повсюду ставил дымящиеся горшки. Теперь везде пахнет травами. Они стоят там, где завеса между мирами тоньше всего. Чтобы мы могли заметить незримых воителей вовремя. Прости, Эйвор. Он любит заявляться без предупреждения. Я разрешил ему пожить у меня. Гостеприимство — священный долг. Да и пору дикой охоты стоит отметить. И христиане, и мы страшимся ее. И как ты предлагаешь отметить Ускурею, Эйвор? Нужно устроить состязание. Да хоть на стрельбище тиры. Покажем охоте свою силу. Свинда опять устраивает поедикинки. В прошлый раз они прошли славно. Чудно. Только скажи ей, что мы не празднуем, а готовимся к охоте. А что я-то? Ты ведь заведуешь приготовлениями. Я? Но я не... И не забудь помянуть мертвых вместе с Гудмундом. Ты же видишь корабль посреди нашего селения? Разумеется, вижу. Славно. Да направит тебя Один. Шествия не будет? Браун, для тебя есть задача поважнее. Ты будешь судить, чьи деяния достойны богов, и хранить жетоны. Второго такого судьи ты не найдешь, Эйвор. Сходи к Норвиду за жетонами. Скажи, что от меня, я зайду к тебе позже. С моими травами можно увидеть незримое. Но тебе, вождь, нужно пройти сквозь завесу и раскрыть тайны того мира. Я не собирался становиться... Лучше бы Браун провел шествие. Что это ради девяти миров? Значит, итак, у нас закончились наконец-то заставки. Значит, давайте посмотрим. А, так я еще даже весь Орден тут не зачистил. Ну, в общем-то, ждал дополнение, теперь можно поиграть. Значит, полотсплеить. Вот у нас основное задание в средстве гостей и франки. А также есть испытание мастерства. Поинственный незнакомец. Исследуйте место падения. Брошенный вызов богам. Мне вообще не мешало бы стрел пополнить. Ладно, давайте сходим по основному заданию. Так, это у нас будет где-то вот здесь вот. Хороший меч! Все готово? Ир должен удастся на славу. Да, мы должны преуспеть. Брат Волка! Добро пожаловать в Рейвенсторб. Я Эйвор. Но ты, кажется, это уже знаешь. Да, тебя многие знают. Я только Синриксдотер. А этого зануду Франка зовут Пьер. Он мой помощник. Мы посланы к тебе Сигфредом из Франкии, прославленным воином и конунгом тамошних норманов. Я смотрю, вы здесь быстро освоились. Это было нетрудно. Удивительно, как много вы тут сделали. Мы только рады построить дом для гостей. И мы привезли из Франкии новые яства для твоего стола. Даже пряное вино, если ты его любишь. Весьма щедро. Иные сказали бы, слишком щедро. Пусть это будет знаком дружбы от моего дяди Сигфреда. От клана к клану. Узнай, люди, что я отменил пир, и прольется кровь. Так что я приму этот дар. О, это честь для нас. Рейвенсторб похож на Франкию, какой она была прежде. Я была бы рада бывать здесь чаще. Милости просим. Однако никто не приносит дары просто так. Я жду, чего же ты у меня попросишь. Не зря ты славишься проницательностью. Буду рада услышать твой совет под добрый Эль. Может, начнем? Да, может, и начнем. Ну, я думаю, по-любому надо пировать. Что ж, посмотрим, чтобы квест начать. Франкское снять. Начнем пир. Франкское снять. Как можно предпочесть Эльвину? Монтье, так и не верится. Норманы может и бьют франков на поле боя, но нашему вину в мире нет равных. Так, у нас, да, у нас главное вино, я предпочитаю. Мне все равно ступить, ну давай Эль. Как по мне, лучше всего Эль. О, нас разделяет не только пролив, но и целое море дурного вкуса. Хочу тебе кое-что показать. Здесь, в Англии, я не раз добывала мечи в набегах и битвах. Этот я взяла на Хольмганге двух братьев Олухов в Восточной Англии. Он не велик, но все равно великолепен. Значит, вы объехали все уголки этой земли, прежде чем явиться в Райвенсторб. Для чего? Надеюсь найти много славных бойцов, чтобы вместе ходить в набеги в Верхпасение. И кто успел выслушать тебя? Многие. Ярл Хемминг, Гутрум и сам Хальфден. Париж будет осажден, а потом мы добудем столько сокровищ, золота и серебра, сколько еще не видала Англия. Дай угадаю, кто из Ярлов готов идти с тобой грабить и осаждать Франков. Никто. Они просто не в силах представить себе столько добычи. Что тебе нужно на самом деле? Все, что я сказала, правда. Но есть еще кое-что. Во Франкии восстает новая сила. Какая сила? Земли Франков объединились и возглавил их один король, Карл Толстый. Собрав много сил, Карл медленно начал наступать на нормандские поселения в тех краях. Убил моего отца и сжег мою деревню. Мне жаль твоего отца и жаль деревню. Но здесь у нас и своих бед хватает. Пока Карл Толстый у власти, бед у вас будет все больше. Добившись своего во Франкии, он придет и в Англию. Карл придет за тобой и твоим кланом. Его войско растет день от огня. С ним придут рыцари и солдаты, а не пахари и ткачи вроде ваших. Если клан Ворона согласится, чего ты потребуешь? Наш конунг Сикфред готовится осадить Париж и припугнуть Франков, чтобы они оставили нас в покое. А потом наши дракары уйдут в полной добыче. Мои лазутчики подтверждают рассказ Токи. Но до сих пор я считала, что мы не должны вмешиваться. А что ты скажешь теперь? Если король Карл обезумел и рвется в Англию, нужно действовать. Сикфред – вождь викингов в землях Франков. Объединившись, мы сможем дать отпор этому новому королю. Я могу сам найти этого Карла. И если он не заключит мир, я его убью. Дело ведь не в этом короле. Убьем одного, придет другой. А если его убьет викинг из Англии, Франки высадится на нашем берегу еще раньше. Что ж, посмотрим, кого во Франке убивать, а с кем искать союза. Возможно, с сильным королем будет проще договориться. Покажи мне меч. Хочу полюбоваться работой. Нет, я его украл, и он мой. Ладно, не покажешь мне его сам, отберу силой. Готовься, Пьер, вызываю тебя на Хольмган. Довольно. Опять сильная женщина, да? При помощи против франкской угрозы. И клан Ворона ответит. И слабые мужики. Правда? Правда? Клянусь, ты не пожалеешь. Как будешь готов, найди Пьера, и мы сразу отплывем во Франкию. Спасибо. Так, незнакомцы, приносящие дары. Голова. Лучше б я пилы, Эль. Надо найти Пьера, когда я буду готов плыть во Франкию. Так. Еще какие-то задания у нас есть. Волка. И у тебя голова раскалывается. Ну, и ночка. Но нам нужно спешить во Франкию. Сейчас только тут туда и сюда схожу. В общем, это вот сюда надо заходить по основному заданию. Есть еще какие-то... Вызов брошенный богами. Вот давайте туда сходим. Где-то здесь у нас недалеко вроде как. Мне бы, кстати, припасы пополнить. Так, это что за мужик? А, это не это. Мне не надо. Давайте посмотрим вот это задание. Вот, что с кем-то поболтать можно? Осторожнее, бабушка. Что-то рухнуло с неба с такой силой, словно его швырнулся Модин. Если бы он обладал подобной силой, нам ничего не грозит. Но взгляни-ка. Что это открылось в склоне горы? Похоже на дверь. Если это так, возможно за ней то, что я ищу давным-давно. Будь так добр. Помоги мне, Дрэнк. Я Эйвор из клана Ворона. Хотелось бы сперва знать, насколько добрым придется быть. Дашь ли ты мне приют, Эйвор из клана Ворона, пока я изучаю эту дверь? Я редко даю приют тем, с кем я не знаком. Меня зовут Хидерон. Отныне мы знакомы, верно? Прошу тебя. Если я права, это врата Фреи. Позволь мне остаться. И я помогу тебе найти сокровища, что сокрыты там. Хорошо. Я дам тебе клочок земли и припасы, добытые в набеге, чтобы построить дом. Спасибо за доброту. Дохранят тебя боги. Я добр, но отнюдь не глуп. Все здесь трудятся ради общего блага. Придется и тебе. Это справедливо. И я охотно подчинюсь. Такой небольшой поворотик. Так, это ведь не временное, надеюсь, задание. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, поговорите с этой тетей. Где она, кстати? Ладно, давайте пока по этой поветке. Там, скорее всего, другую локацию придется уплывать. Поэтому, я думаю, пока здесь вот мы проходим это дополнение. Эйвор добрый. Добро пожаловать. Нравится? Ты здесь славно устроилась. Но как все это поможет открыть каменную дверь? Это статуя Фреи. Нам понадобится ее милость, чтобы добраться до сокровищ. Ага, нам понадобится. Поверь, Эйвор. Скрытая за той дверью дорогого стоит. Иди сюда. Чтобы снискать милость Фреи, нужен бой. Смешно. Я подумал, ты вызываешь меня на бой. Я могу за себя постоять. Я не могу с тобой драться. Я же убью тебя. Попробуй. Нападай. Ой. Что-то забыл даже, как воевать-то толком. А нет? Теперь вставай. И посвятим поединок Фреи. Бей сильнее, Эйвор. Вот. Сражайся в полную силу. На, бабуля. Ты открываешься для ударов. Больно быстро, что он выдыхается. У меня хилки еще, бабуля, есть. Ну, по-моему, бабка, это ты у нас тут открываешься. У меня матрица есть. Скоро новый фильм выходит. А что мне не засчитали? Ну, давай ты уже там, нападешь на меня, что ли? Так. Теперь смотри. Теперь нападай. Ой-ой-ой. Что это за чары? Ты дерешься, словно разъяренный берсерк. Я научу тебя, Эйвор. Ну, а с первого бой. А, у меня стрел нет. Да тут достала бабуля, блин. Бабулька, эй. Ну, блин, пока не нападет, что и стукнуть-то нельзя получше раз. Ты так меня убьешь, ведь бабка? Да, блин, бабуля. Это не мое оружие. Ты уже разбираешься правдой. Да! Ну, вероятно, получилось. Слушай, славный бой. Я много видал чудес, но такое, что за чары тебе подвластны, чтобы провидица так сражалась. Я не провидица. Вот я перед тобой. Старая воительница с парой секретов. Если это были не чары, то что же? Это боевая медитация. Ты вступил в Хукхейм, пространство рассудка. Это тайное искусство, открытое немногим. Ты сможешь без страха бить в полную силу. И тебе открыта эта тайна? А, так теперь ты позволишь мне остаться? Охотно. Расскажи, а зачем нужен этот амулет? Это сосуд. Его следует наполнить силой, рожденной в битве. Но это возможно только близ такой статуи богини. Их немало в Мерсии. У меня есть еще вопросы. И ты получишь ответы. Но сперва найди ту статую, что я отметила на карте. Начни медитировать около нее. Амулет перенесет тебя в Хукхейм. А что потом, когда я закончу обучение? Возвращайся ко мне. Что ж, ладно. Ты знаешь Валку? Чем-то ты напоминаешь мне ее. Ступай, добрый Эйвор, и учись. Что-то мне похоже, побольше надо будет. Чтобы отличить части одного комплекта в аспектах, прочитайте описание. Что такое? Помедитируйте с статуей, поговорите. Так, это что за задание такое у нас интересное. Мне путь в Франкию все-таки, наверное, надо. А, это... Поговорите сальвы, найдите способ защитить ревенспорт от потусторонних сил. Давайте сходим, что ли, для контента. Мне бы, кстати, блин, магазин бы тут найти где-нибудь. Ай, это не магазин, по-моему. Я что-то вообще несколько месяцев не играл, ребят, все запомнил. Норвид, приятно видеть тебя вновь. Вот как? Тогда зачем было посылать Брауна за жетонами? Прости, мне стоило спросить тебя. Браун опечалился, когда шествие отменили, так что... Не переживай, Эйвор, я же не всерьез. Хочешь посмотреть на осенние товары? А, все-таки торговец. Брауна же товара. Браун, а, это вот за эти монетки надо покупать, которых у меня нет. Наверное, есть, но мало. Так, ну ладно, че, Браун, прожженный кошмарами, нефельгем. Татуировки, всякие фигня. Че, ладно. И еще увидим. Так, не надо найти нормальный магазин, ребят. Доброго тебе дня, Андер. И тебе, Эйвор. Говорят, ты заправляешь осенним праздником. Поскорей бы наступила... Как ее там? Ускурая. Я ничем не заправляю, просто говорю с людьми. Не скромничай. Уверен, это куда важнее, чем тебе кажется. Кстати, лучше последить за дядей Брауна. Он повсюду ставит дымящиеся горшки. Знаю. Человек он странный и, может, немного не в себе, но не кажется мне злым. Да, он вряд ли что-то замышляет. Но, по словам Брауна, как-то раз спалил церковь. Совершенно случайно. И совсем недавно я видел, как он шел в сторону опушки леса с охапкой хвороста в руках. Он ведь сожжет там все. Не знаешь, где его искать? Иди на дым. Так, идти на дым. Идти безумного мнаха. Столбы дыма подскажут, где его искать. Так, что ты видишь, Сюнин? Сюнин-то вообще далеко у нас видит. А, вот какие-то столбы дыма, да? Хорошо, побежали. Или поскакали лучше, наверное. Так, у нас конь... Можешь залезть на как-нибудь? Похоже, нет. Ну и чё? Ивар. Юбисофт! А, вот, пацаны, чекайте, чекайте. А-а-а! Клюбики! Стыд вам и позор! Чё? А-а-а! О, ещё и насмерть! Ну, я на чё могу сказать, пацаны? 10 из 10, блин. Так, в общем, спасибо коню. Да и Юбисофт тоже. Мы на нём лучше не поедем. Лучше так дойдём. Так, идти-то нам не близко, да? А, ну ладно, вот тут есть какие-то кони. Э, чё, нельзя конец дальше? Вот ты ж! Ладно, тут, надеюсь, конь меня не подведёт. Так, сюда нам надо. Стань моими глазами, Сюнин. Стань моими ушами, Юбина. Дым пахучий и не слишком густой. Смотреть не мешает, но туманит хук. Если сейчас нападут, это будет тяжко. Скорее всего. Если сознание помутилось, смотри пристальнее. Истинный взор укажет путь. Я ведь ничего не сказал вслух. Мне ведомо, каково стоять на пороге между мирами. Кажется, этот дым замутил твой разум. Думаешь, ты здесь лишь по воле случая? Нет. Нити наших судеб придут, Норны. Тогда открой свой разум другим мирам. Завеса, что скрывает их от нас, распахнулась. Что ты хочешь показать мне? Важны не мои желания, а твои. Чего ты хочешь? Я хочу защитить своих людей от охоты. За завесой ты встретишься со своим худшим кошмаром и заклятым врагом. Худшим кошмаром? Одним дурманом от твоих трав меня не напугать. Так, что-то, походу, подействовало. Равкурка-то тут какую-то травку поджигает. Тут подобная миссия уже была. Что за враги ждут меня тут? Духи мертвецов? Может, по этому миру блуждает Кьётви? Нам откуда-то камушек. Чувствую мечта незримая. Это руна прямо из нити норм. Способна землю накрыть щитом. И чё мне? Руны подбирать теперь что ли? Опять эти рисунки составлять? Или нет? Найдите силу защиты. А, во, да, на дрону составить. И встать под нужным углом. Похоже, это где-то сверху надо делать, да? Ну, такие задания, конечно, я не очень люблю. Тут можно долго бегать. Даже, наверное, эту воду мы подрежем, ребят. Чтоб мыла было меньше. Потом в конце покажу, тут подрежу. А, вот, похоже, здесь что ли надо? Что-то звук же был какой-то, по-моему. Или нет? А, тут что-то сверху вроде не хватает, да? А, нет, вот. Всё, Виана. Руна мощи. Может, тот монах и не был безумен. Отойди, дух. Мне нужна та руна. Махач еще. Я не хочу заставлять тебя страдать. Я будто смотрю в зеркало. Дух меня не пощадит. Только один Эйвор уйдет отсюда. Ну, в общем, он язичный. Ну, если убью духа. Не смогу ли покинуть этот... Говорят, что порой мы и сами себе враги. Но я не чувствую радости от победы. Утомительная была битва. Сил не осталось. Ну, надеюсь, я правильно сделал. Или что, или проиграл так. Как в Звездных Войнах, знаете, вот там, Люк, когда этот, с Дарт Вейдером сражался, победил его, и там, бац, этот, его лицо, ну, на месте срубленной головы Дарт Вейдера был. Тут, может, такой прикол? Так, в общем, мы дома. Все, миштяк, щас поди меня отработали еще. А я, во, руна появилась. Поговорить с Тирой. Видно, я начертал руну во сне. Ничего удивительного. Она не сияет, как в том мире. Но все равно вызывает чувство покоя. Так, мысли о доме выполнены. Руна мощи сможет землю защитить от тех, кто, главное, ради был должен кровь пролить. Так, а вот это же, по-моему, старое задание. Поговорить с Тирой, это стрельба, это вот на фестивале эти задания были. В общем, ребята, я что-то не знаю насчет заданий. Но я их, наверное, все-таки потом помедитируйте. Хотя вот здесь вот мощи хватает. В принципе, давайте в этой серии тогда здесь, а потом во фракцию и поплывем в следующий. Сейчас где-то в часик, по часу серии планирую записывать. Здесь вот мы можем с собой, что так далеко это находится? И перемещаться придется. Итак, мы на месте. Ну так-то я все, в принципе, локации зачистил. Только вот этим гриндом не занимался, потому что все-таки платину я тут не планировал убивать. Она очень долго и забагованные ачивки вроде как есть. А, тут еще какой-то второстепенный квест. Похоже. Так, это где-то здесь ведь получается. Ой, конь, только не убей меня, как в прошлый раз. Похоже, это та самая статуя. Вот, это да. испытание мастерства они медведев бука а мы ворон же давайте ворону а надо им вещи что ли все еще с собой надеть блин я что про это вообще забыл мы испытание зарабатывать очки которые можно менять награды гоня для каждого испытания вы получаете особый набор способностей снаряжения доступ своему снаряжению будет заблокирован а нет или просто меня с этим снаряжением надо будет повыливать так началась дальше детали очков информация о том за какие действия начисляются очки взапно атака времени инкогнито родить все артефакты но это что-то не знаю чем медали понятно движение которое будет использована при прохождении испытания наведите на указателе на предмет чтобы узнать больше так и способности способности которые будут использованы при прохождении испытания на 1 способность сложность на время испытания ваши настройки сложности блокируются они вновь будут применены завершений так ну ладно чем не тут все прокачанная тему наш струнами он ближнем бою возрастает после выстрела меч какой-то ложу вы ворон ближнем бою возрастает по ночам поел ночью ворон ближнем бою возрастает по ночам то чем по ночам ну все надо идти ночью и способность никакую дают ворон сюрин может ненадолго отвлекать врагов но как бы но все то начать испытание клянусь богами я словно грежу на его неужели это лишь порождение разума чувствую прилив сил моего кто у меня беспонтовый что никто не заметил никто не увидел они откуда он идет до проверить правильно проверь так а стрелы почему у меня нет кто там меня палит такой понт от лука если нет стрел все чел ты можешь сюда подойдешь я тебя убью можно и так сделать эти все сюда смотрят товарищи опасно откуда смотрят сюда да там что-то по моему таких подманивать можно такая стелс миссия у нас получается тут на испытаниях так это куда у нас спиной вроде стоит ему быстренько подскочить да блин а у меня адреналин то даже полный так одна здесь штучка кстати надо кстати посмотреть так одна где-то здесь должно внизу что ли быть пещере видимо это шукер поднимают по моему штуки меня так спон там не видишь нам надо штуку набрать тут нам похоже придется как-то наверх забраться так и главное тут уже не попасться получается какие-то дяди север ухты подняться нельзя это может как-то это приманить тебя он даже никак не отреагировал пошли что-то искать вроде да давай давай иди сюда уже быстрее да блин ну так не честно блин я ж нажал кнопку ты чё за фигня вообще так а мне не сюда надо получается ладно не все дурачки ушли шум головно здесь слышали а уж ты искать куда на другое место ох ты завалил получается задание у меня заметил она в общем с этим все понятно так для демонстрации режима пойдет да я бы штуку сделал санс часть испытаний заново покинуть выбор испытания такое себе если честно награды на мякин за медали положен на них чень покупать потом она продолжить обучение в общем там 3 золотых видимо 3 испытания 3 золотых медальки получаешь и можешь себе шмотья набрать я так понимаю она в общем получается что у нас испытание мастерства тот старая кстати речные набеги и вот она находится ну надо в родную деревню идти на кораблике плыть если не ошибаюсь ладно это мы не будем старые временные еще у меня тут задание первоосновы дома а это вот отстроить до 6 левка я до сих пор прикиньте не отстроил ну честно говоря столько времени на это просто жалко на глупый гринд остается вот сюжет какой-либо проходить какие-то вот такие испытания даже на челлендж куда интересно ладно в общем тогда ребята здесь мы серию закончим как раз ровно час у нас где-то примерно получается и продолжим следующей серии уже поплывем во фракцию франкию вернее ставьте лайки подписывайтесь на канал вот это вот все ну сами все знаете и всем пока до следующего видео я тебя бум-бум-бум ты меня бум-бум-бум мы вместе бум-бум-бум с тобою бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум